Телеканал КРТ представляет Впрочем, как сообщила немецкая франкфуртер Альгемайне, генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг и федеральное правительство Германии, судя по всему, узнали о предполагаемых планах частичного вывода, американских солдат из Германии и средств массовой информации. Представитель правительства Штефен Зайберт заявил, что это неподтвержденные сообщения СМИ, которые он не будет комментировать, а официальных новостей из Вашингтона нет. А вот председатель правящей христианской демократической партии Германии Анна Грет Крамп Каренбауэр, которая является министром обороны ФРГ, заявила, цитата, «Присутствие американских солдат служит общей безопасности в альянсе НАТО, включая американскую безопасность. Это основа, на которой мы работаем вместе». Согласитесь, эта общая фраза вряд ли кого-то могла успокоить. Тем более, что The New York Times подлила масло в огонь в материале «Трамп планирует вывести некоторые войска США из Германии ключевого союзника НАТО», цитата, «этот план является еще одним ударом по ослабевающим европейским альянсам Америки и, вероятно, будет приветствоваться президентом России Владимиром Путиным», конец цитаты. При этом, по данным американских СМИ, в Белом доме утверждают, что с увеличением расходов на оборону европейскими союзниками по НАТО, необходимость в большом контингенте войск США в Старом Свете отпала. То есть сначала, по требованию Вашингтона, ряд стран НАТО нарастил свои расходы на оборону до 2% ВВП, чтобы разделить бремя обороны Европы с Соединенными Штатами. А затем Дональд Федорович решил, что с такими военными бюджетами они вполне способны самостоятельно защититься от сами знаете кого. Хотя, например, Польша и страны Балтии были уверены, что они выполняют бюджетный норматив как раз ради американского контингента на своей территории. Говорят, что наиболее нервным в упомянутом регионе начались сниться тревожные сны, типа того, как на гостевой трибуне парада в Москве в честь 80-летия победы президенты Литвы и Латвии перешли к мордобою в споре о том, в какой стране издан лучший перевод мемуаров Жукова на китайский язык. Впрочем, отгоняя от себя столь мрачные перспективы, премьер-министр Польса Матеуш Моровецкий заявил 6 июня, согласно информации Reuters о том, что часть американских войск, которые должны быть выведены из Германии, будет переведена в Польшу. Цитата. «Я очень надеюсь, что в результате многочисленных переговоров, которые у нас были, часть военнослужащих, базирующихся сегодня в Германии и выводимых Соединенными Штатами, действительно придет в Польшу». Конец цитаты. Своего премьера поддержал президент Польши Анджи Дуда, которому 9 июня на радио Гданьска задали вопрос о возможной передислокации американских солдат. Правда, ответ показал, что из двух условий желание Вашингтона передислоцировать войска в Польшу и готовности Польши их принять пока наверняка существует лишь второе. Цитата. «Как все знают, у меня хорошее отношение с президентом Соединенных Штатов господином Дональдом Трампом. Он понимает ситуацию в нашей части Европы. Я не сомневаюсь, что мы можем рассчитывать на поддержку США». Эта медаль имеет также оборотную сторону. «Там, где находится армия США, есть большой американский бизнес, готовый вкладывать свои деньги». Конец цитаты. «Ну так, вполне прагматичненько. Честно говоря, статью Форбс до Дональда Трампа России требовалось 60 часов, чтобы победить НАТО. Теперь Москва может выиграть намного быстрее. Не каждый восточный европеец рискнет прочитать дальше название. И правильно сделает. Ибо уже первый абзац погружает нас в мрачные глубины конспирологии». «Через четыре дня после последнего телефонного разговора президента Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным появилась новость о том, что Трамп планирует сократить четверть американских войск в Германии». Конец цитаты. «А далее миролюбивым балтийским народам предсказывается почетная роль передовой свободного мира». «Аналитики ожидают, что любое российское вторжение будет нацелено на восточный фланг НАТО, где союзные войска являются наиболее слабыми. Страны Балтии, Эстония, Латвия и Литва особо уязвимы». Конец цитаты. Для тех, кто еще так и не испугался, Форбс приводит такие цифры. Россия держит около 760 танков в пределах досягаемости балтийских стран-членов НАТО. Страны НАТО вместе могут выставить здесь примерно 130 танков. При этом около 90 из них – американские М1, находящиеся на временной ротации. Далее Форбс приводит исследование знаменитой корпорации РАНТ, аббревиатура от Research and Development – исследование и разработка. Американская некоммерческая организация, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра, работающего по заказам правительства США, Пентагона и связанных с ними организаций. В 2016 году РАНТ моделировала русское вторжение, в ходе которого, как выяснилось, Западный Альянс успевает развернуть только вертолеты и воздушно-мобильные войска. Но танки НАТО слишком медлительны, чтобы прибыть на помощь. Цитата. В нескольких играх с участием широкого круга опытных участников, играющих за обе стороны, российским силам потребовалось больше всего времени, чтобы добраться до окраин Таллина и Риги. 60 часов. Конец цитаты. Как видите, корпорация РАНТ дала, наконец, ответ на старый попсовый вопрос, далеко ли до Таллина. По итогам моделирования эксперты РАНТ рекомендовали увеличить оборонительные силы в странах Балтии с 15 батальонов до примерно 30 и обеспечить их тяжелой техникой, способной противостоять русским танкам. Но вместо того, чтобы наращивать свои силы в Европе, печально констатирует Форбс, армия США под руководством Трампа, похоже, намерена сократить свое европейское присутствие. Цитата. Восточные члены НАТО, вероятно, будут более уязвимы после этого сокращения. Поскольку американская армия отступает из Европы, России может не понадобиться 60 часов, чтобы занять Прибалтику. Вероятно, она сможет завершить свое поглощение гораздо быстрее. Подводя итоги, необходимо отметить, что это уже не первая угроза Трампа вывести войска из Германии. В августе прошлого года тогдашний посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил в комментарии Deutsche Welle, что не видит смысла в том, что Германия имеет профицит государственного бюджета, но при этом не выполняет директивные принципы расходов НАТО и планирует использовать американские войска для обороны. Цитата. «Оскорбительно полагать, что налогоплательщик США должен продолжать платить, чтобы в Германии было 50 тысяч с лишним американцев, когда немцы предпочитают тратить свои излишки на внутренние программы». Конец цитаты. Честно говоря, вполне логично. Именно тогда, накануне несостоявшегося визита Трампа в Европу, разногласия между Вашингтоном и Берлином как тактические по поводу военно-морской миссии в Персидском заливе, так и стратегические относительно расходов на оборону достигли своего пика. И посол Гренелл заявил, что Соединенные Штаты рассматривают вопрос о выводе части американских войск, дислоцированных в Германии, а Польша рассматривает вопрос о возможной их новой дислокации. Посол США также напомнил, что президент США Дональд Трамп упоминал возможность переброски некоторых американских войск из Германии в Польшу на переговорах с президентом Польши Анджием Дудой в Вашингтоне в июне прошлого года.